Среди монет СССР 20 копеек периода 1961 по 1991 год есть монеты, которые нумизматы покупают по 500-600 долларов. Если вам удастся найти мешочек таких монет весом 1 килограмм, вам удастся за него выручить 150 тысяч долларов, ребят, 150 и это реально. Какие это монеты, ты узнаешь в этом ролике. Я сейчас покупаю монеты Советского Союза, покупаю довольно дорого. Вот эту монету я буквально 3 дня назад получил, я купил у нашего подписчика, это 10 рублей 1991 года, купил я ее за 300 долларов, потому что это очень дорогая, редкая и ценная монета СССР. Но, например, вот такая монета, точно такая же монета, она уже стоит, ну, совершенно мизерных денег, буквально до 1 доллара. Разница есть и очень существенная. Если вы хотите знать все подробности о советских монетах, какие монеты, сколько стоят, как отличить дорогие, редкие и ценные монеты, обязательно подпишитесь на мой канал и вы узнаете все-все подробно. Я часто слышу, что советские монеты никому не нужны, их никто не покупает. Это, ребят, все неправда. Я сейчас продаю в интернете советскую мелочь очень дорого. Ребята разметают эти монеты просто как горячие пирожки. Если вы не верите, я оставлю ссылочку внизу под этим роликом. Зайдите на мой аукцион и посмотрите, какие реальные цены на советскую мелочь сейчас. Я ее продаю, продаю очень неплохо, по приятным-приятным ценам. И такую же мелочь я хочу приобрести у вас. Поэтому предлагайте мне монеты. Список монет, которые я покупаю, я оставлю под этим роликом. Посмотрите его внимательно и жду ваших предложений. Мне очень часто скидывают на почту фотографии монет с просьбой оценить монеты. Очень разные монеты. Но большинство, конечно же, это монеты вот такие, как вы видите сейчас на экране. Это юбилейные рубли, это всевозможная мелочь, особенно мелочь с 1961 по 1991 год. Рассказать в одном ролике о всех монетах, о ценах на все монеты СССР, ну практически нереально. Поэтому сегодня я вам расскажу о монете СССР 20 копеек, которые стоят хороших, приличных денег. Но расскажу сегодня о монетах 20 копеек с 1961 года по 1991 год. Как без особых знаний можно определить дорогую и редкую монету. Для этого нужно посмотреть этот ролик до конца. И узнаете, как определять редкие дорогие и ценные монеты 20 копеек периода 1961 по 1991 год. Первое, что необходимо сделать, это определить состояние вашей монеты. Я хочу вам сразу сказать, что штемпельные монеты, монеты вот в таком примерно состоянии, любые монеты 20 копеек с периода 1961 по 1991 год стоят определенных денег. Я лично продаю такие монеты, простые, простенькие монеты, например, 90-й год, 84-й год. Такие монеты я продаю в среднем по 1-2 доллара, если не говорить о редких и ценных монетах, к которым мы сейчас перейдем. Итак, начнем с 1961 года. 20 копеек 1961 года, в принципе, если она вот в таком состоянии, она стоит 1, 2, 3 доллара. В зависимости от того, где вы будете ее продавать. Если же эта монета будет в мельхиоре на кружке от 20 копеек 1957 года, тогда цена такой монеты будет уже в районе 400 долларов. А если же в медно-цинковом сплаве, то есть на кружке от 3 копеек, то есть она будет вот такого желтого цвета, тогда цена монеты будет уже в районе 600-700 долларов. Монета 1962 года, в принципе, она недорогая и стоит в районе 1 доллара. Цены начинают расти на монету 20 копеек, начиная с 1965 года. Монета 1965 года, 1966 года оценивается в районе 80 долларов. То есть, если в гривнах это около 2000 гривен, если в рублях это в районе 5000 рублей. Можно продать такую монету без труда на аукционе. Но цена может колебаться в зависимости от состояния. 20 копеек СССР 1967 и 1968 года оценивается в 35-40 долларов коллекционерами. Вы за эти деньги можете продать такую монету. Поэтому ищите в кучах, внимательно обращайте внимание на год. Потому что эти года уже более ценные. 1970 год, один из самых редких и дорогих годов среди монет 20 копеек. Цена монеты в районе 100 долларов. Вообще, 1970 год, кроме одной, двух и трех копеек, это довольно редкий год, и все монеты остальные довольно ценные. 20 копеек 1971-72 годов оценивается в районе 70 долларов. Вы легко можете выручить, продать ее на аукционе или любому коллекционеру. 1973 год, немножко дороже. Его оценивают в 800 долларов. Цена монеты 1974 года, 20 копеек, может составлять и 35 долларов, может составлять и 200 долларов. Если поверхность витков ленты плоская, тогда эта монета оценивается где-то в районе 30 долларов. А если поверхность витков лент вогнутая, то такая монета уже стоит минимум 200-250 долларов. Но есть один нюанс. Такие монеты встречаются только в наборах. В ходовых монетах их нет. Но есть шанс, что вы в куче монет найдете и монету с набора. Такие случаи известны, вполне реально. Но, конечно же, шансы невелики. 20 копеек 1975 года стоит 30 долларов. 30-35 долларов. Это уже монеты менее ценные, но, тем не менее, мы их можем смело отнести к дорогим, редким и стоящим монетам СССР. 20 копеек 1976 года. Довольно редкая монета. И оценивается где-то в районе 50 долларов. Все вышеперечисленные монеты номиналом 20 копеек с 1965 по 1976 год это монеты так называемого черного квадрата. Есть такое понятие среди коллекционеров. Это означает, что эти монеты в любом состоянии стоят определенных денег. То есть, это монеты дорогие, редкие и стоящие монеты. Поэтому, если у вас куча монет, попадется такая монета, обратите на нее внимание. Вы всегда ее сможете продать дорого. 20 копеек 1977 года. Если поверхность витков ленты плоская, тогда эта монета оценивается всего до 1 доллара. Это простая монета. Если поверхность витков вогнутая, стоимость монеты уже оценивается каталогом в 2, 3, 4 доллара. Начиная с этого 1977 года, обязательно обращайте внимание на цвет монеты. Обычная монета, она имеет белый цвет. Вот 20 копеек белого цвета. Но в последующих годах очень часто встречались монеты именно желтого цвета. Это так называемые перепутки по металлу, когда чеканились 20 копеечные монеты на заготовки для 3 копеек. Это довольно редкие, конечно же, монеты. Встречаются они очень редко. Но, тем не менее, есть шанс найти такую монету в куче монет. Тогда цена таких монет оценивается в районе 400-500 долларов. Обращайте на это внимание. И уже начиная с 1978 года по 1989 год монеты оцениваются в среднем до 1 доллара. Но обращайте внимание на цвет монеты. Как я уже говорил, что монеты желтого цвета стоят в районе 400 долларов. Будьте внимательны. Обычная монета 20 копеек СССР 1990 года стоит тоже в районе 1 доллара в хорошем состоянии. Но если монета будет в медно-цинковом сплаве на кружке от 3 копеек, стоимость монеты составит в районе 400-500 долларов. Если же эта монета будет отчеканена на кружке от 2 копеек, цена монеты составит 500 долларов или же 150 тысяч долларов за килограмм. В 1991 году уже начали чеканить на Аверсе обозначение монетного двора буковку М или Л справа внизу под гербом. Если эта монета с буковкой, она стоит в районе 1 буквально доллара. Но были монеты, которые были отчеканены без обозначения монетного двора. То есть отсутствовала буковка. И цена монеты тогда достигала 200 долларов. Ее можно с легкостью продать за такие деньги. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подпишись. Поставь лайк, если тебе это видео понравилось. Ну и обязательно поделись с друзьями. А вдруг у них есть такой мешочек монет. Сразу хочу оговориться, что я покупаю только монеты в штемпельном состоянии. Вот такие монеты 20 копеек я готов вас покупать коптом, хоть мешками, без разницы. Я готов их приобрести у вас в любом количестве, если они в хорошем штемпельном состоянии. Вот такие монеты сейчас я не покупаю, потому что реально стоимость таких монет это 1, 2, 3, 5 гривен от силы. Поэтому покупать мне их оптом нет смысла, потому что я их ну и не продам. И покласть такие монеты в коллекцию у меня не поднимется рука. Поэтому меня интересуют только монеты в штемпельном блеске. В принципе, любые монеты СССР любого периода, но только в идеальном состоянии. Иногда я могу не купить, если у меня этих монет уже достаточно большое количество. Такие, как, например, 5 копеек 1988 года. У меня около 200 штук мешковых. Продолжение следует...